Девушки отдыхают Привет, как дела? Кажется, мы сегодня не в настроении Ты меня перед всем лицем упозорила Ты не понимаешь, о чем говоришь Пошелатый Садись Наткнись, а то хуже будет Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прошите Я нашла Румянцева Полина Павловна, 39 лет Не замужем Медсестра в Восточноевропейском центре Современной медицины У нее еще есть дочь Виктория, 12 лет Все верно? Верно, только главного не сказала Она болеет, у нее раб Ничего себе! А где она сейчас? В больнице, где работала ее мать Что, как думаешь, похоже на самоубийство? Бог его знает Ну, возможно, сидела на краю дивана И выстрелила себе в голову Что-то не слышно уверенности в твоем голосе Ну, не знаю я Записки нигде нет Обычное дело Особенно, если самоубийство Пришествует длительная депрессия Настолько надоедает мир, что и попрощаться не хочется Ты думаешь, не выдержала напряжение за дочери? Держи Пойдем, покажу Все вопросы опадут Ну, пойдем Смотри Ножовка Стружка металла Ну? Похоже, здесь кто-то пилил ствол ружья Зачем его вообще пилить? Может быть, длинноват Неудобно было стреляться Ты сейчас серьезно это говоришь? Больше версий пока нет Нет, ну, в принципе, все логично Ты, в общем-то, права Ну, хорошо Если предположить, что это она То есть она себя То на кого она ребенка-то оставила? Почему она об этом, в первую очередь, не подумала, как мать? Хороший вопрос Эту квартиру Румянцева снимает Соседи слышали выстрел Когда? Ну, приблизительно в 13.30 Но полицию не вызвали, потому что решили, что в телевизоре идет боевик Сейчас в фильмах такие реалистичные звуки Типа таких? Вот я реально сейчас себя в кино почувствовала Спокойно Спокойно Я только ружье уронил Только его уронил Ни одно живое существо не пострадало А улики? А что с ним будет? Металлическая стружка На полотне ножовки на полу в ванной Из того же металла, что и ствола обреза На ружье остались пальцевые следы? Конечно Вот здесь, на спусковом крючке Отпечаток большого пальца Вот А здесь отпечаток ладони румянцевой Как расположены? Ну, приблизительно вот так Что соответствует положению комфортного выстрела себе в голову Интересное у тебя представление о комфорте Ну? Все ясно, как белый день Отпилила ствол, чтобы выстрелить себе в висок Максимально с близкого расстояния Чтобы как можно меньше повредить лицо Типичный женский поступок Руки мягкие, мозолей нет Не похоже, что пилила Темыч, не начинай, а Ствол отпилить, это два раза ножовкой махнуть Типичное самоубийство Время смерти между 13 и 14 часами Вот, как и сказали соседи Выстрел произведен с близкого расстояния Не более пяти сантиметров О, Господи, зануда Все? Все Ты же не хочешь слушать то, что тебе не нравится? Ну, как и знал, сейчас начнется Не-не-не-не, ты ствол в голове не прижимай Давай, как она Аа Вот видишь? А когда я уронился, помни, как ты меня гнобила Я вообще молчала То, ты не просто молчала, ты молчала осуждающе Ну, в следующий раз промолчу нейтрально или даже с изобрением Да? Да Ну ладно, тогда смотри, на ручке ножовки, которые пилили стволы, есть отпечатки пальцев румянцевой А вот на винтах, которыми крепится полотно к ножовке, никаких следов нет Либо она закручивала их силой мысли, либо одно из двух Самоубийцы прижимают ствол к голове, из-за этого на коже остается своеобразный ожог Отпечаток контура дульного среза Вот, ты уже это говорил, что стреляли с близкого расстояния А я говорил, что это неудобно, тяжело и что вообще можно промахнуться А можно и попасть Я созвонился с больницы, где лежит ее дочь У Виктории Румянцевой после химиотерапии наступило улучшение Вот, видишь, улучшение Что наступило? Улучшение Ну, вообще, да Стреляться после того, как появилась вот какая-то надежда, по меньшей мере, нелогично А я что тебе говорю? Полину Румянцеву убили Для нашего центра это, конечно, потрясение А вы знали ее лично? Да А что вас смущает? Руководитель гематологической службы, простая медсестра, это и смущает Ну, знаете, хорошая медсестра иногда стоит пары врачей Вы знаете, что у нее дочь болеет? Конечно Ну вот, Полина устроилась в наш центр, чтобы быть ближе к Виктории, к дочери Возьмите Кстати, наверное, поэтому она хорошо знала, что чувствует больные Прошу У Вики Румянцева серьезные проблемы? Откуда уж серьезнее Ликоз Девочке нужна пересадка костного мозга Без нее она в ближайшие несколько недель умрет Убитая была не совсем такой белой и пушистой, как об этом говорят сейчас ее коллеги Нашел что-нибудь в ее компьютере? Ага Это руководитель гематологической службы Восточноевропейского центра современной медицины Святослав Лузгин А девушка? Медсестра Есть записи его развлечений еще с двумя сотрудницами клиники Это что, такая мелкая взятка? Типа благодарности, что ли? Есть еще несколько похожих эпизодов И, кстати, есть еще видео, где врачи бухают в ординаторской Румянцева явно собирала компромат на коллег Похоже, вопрос стоит не почему ее убили, а почему убили так поздно Да Застрелена медсестра Восточноевропейского центра современной медицины Полина Румянцева Ее 12-летняя дочь Вика лечится в том же центре У девочки острый лейкоз Об убитой отзываются как о хорошем специалисте и добром человеке Но эксперты ФС находят в компьютере Полины многочисленные видеозаписи, компрометирующие ее коллег Запись сделана от окна Камера должна быть где-то там Да Я этого никогда не видел Признаете, что Полина вас шантажировала? Да нет же, у нас были отличные отношения С ней никогда не было никаких проблем А вот и она Хочу вас успокоить Полина Павловна собирала компромат не только на вас, но и на ваших коллег Мне прям полегчало А зачем? Наверное, хотела, чтобы вы без очереди пересадили ее дочери костный мозг Мы бы и так все сделали для своего сотрудника Так в чем же дело стало? Донора не было Из-за некоторых генетических особенностей Виктории Очень сложно найти подходящий материал Клетки костного мозга вырабатывают кровь После их пересадки от донора Организм начинает сам производить здоровую кровь Переведи Давай начнем сначала Как его пересаживают? Есть два варианта Первый, больному впрыскивают костный мозг донора Не понял А донор что, без мозга остается, что ли? Ну не весь же у него забирают И потом не из головы, а под наркозом Из прокола в тазовой кости О, как Я так и знал, все оно в жизни через одно место делается Чего? Я говорю, а второй вариант? Стволовые клетки берут из крови донора А, ну это что-то наподобие переливания, да? Очень похоже Сначала стимулируют выход кровотворных клеток Потом берут кровь Извлекают эти клетки и вливают их больному Угу Заратуль, расскажи мне А вообще откуда доноры берутся? Добровольцы Просто хорошие люди Ну идеально, конечно, брать клетки родственников Меньше отторжений Родственников? Ну а почему тогда Вике Не подошла кровь ее матери? Ормянцева переболела гепатитом После этого она не может быть донором Естественно, а что с другими родственниками? Идеальный вариант для пересадки, конечно, брат-сестра Да нет у нее никого А что известно об отце Виктории? Ничего Полина про него ничего не рассказывала Ну, видимо, развод дался они просто Нелегко ей пришлось Ни помощи, ни семьи, ни личной жизни Галина Николаевна, ну вот объективно Какая у нее может быть личная жизнь Не поняла Ну, если смотреть совсем цинично Кому нужна женщина со взрослым больным ребенком? Мне вообще нельзя этим шантажировать Неужели? У нас с женой открытый брак Мы свободные люди Каждый со своей жизнью Не знаю, как вас, но вашу жену точно интересует, с кем вы спите Она тоже, доктор Для нас это физиология Серьезно? Угу У вас есть запарольная страница в соцсети Ваша жена регулярно там бывает и читает вашу переписку, когда вас нет дома Как вам такая информация? Это мои отношения с моей женой И вас они не касаются Касаются И не говорите, что вот это не является компроматом У вас ружет на палму По-моему, он сейчас в убийстве Кеннеди, признаете Где вы были вчера с часу до двух дней? Гулял с собакой в парке С двенадцати до половины третьего Это его телефон был в парке А сам он мог быть где угодно Думаешь, положил телефон под курс, а сам поехал убивать шантажистку? У Лузгина нет алиби А на его одежде нет следов пороховых газов Один-один, но я выиграла А еще я на куртке убит и нашел кровь женскую Ничья кровь? А я не знаю, в базах ее нет Ну, хорошая попытка, но нет Кто-нибудь из живущих на земле может подтвердить этот факт? Собака Вы знаете, почему в тюрьме плохо играют в КВН? Нет Там с находчивыми напряженка А веселых там хоть отбавляй Мы отследили телефоны людей, которые были в парке во время убийства Кто-то опознал доктора? Нет, нет Говорят, какой-то мужчина кидал палку собаке Но лица никто не запомнил Плохо Да, но я нашел в телефоне Румянцевой один странный звонок Криминал? Нет, ничего особенного Просто он выделяется из общего ряда звонков Обычно она звонит всякие благодарительные фонды, организации А тут вдруг фольклорный ансамбль Действительно странно Я думала, ей не до песен Вот, пожалуйста Засельский этнографический ансамбль Под руководством Елизаветы Красавиной Полинского моего брата, Виктора Сергеевича Красавина Зачем? Как бы? Это отец Виктории Они раньше оба жили в нас в Засельске А Полина не сказала, зачем ей Виктор Сергеевич? Так у нее же дочь в больнице Поэтому ей срочно понадобился Виктор А как давно они не общались? Лет десять У них было тяжелое расставание Я передала Виктору их телефон Он собирался перезвонить Ага Ну и зачем так мучиться? Подождал лап, наладили связь Да все, что нужно, я узнала Нам нужно найти Виктора Сергеевича Красавина Поможешь? Ага, значит не все узнала Виктор Красавин живет в Хлебницке Точно адрес я тебе сбросил Виктор женат У него есть сын четырех лет А теперь самое главное За три дня до убийства Телефоны Красавина и убитые Пересекались около ее дома Они провели вместе около часа Ну, в общем, Полина попросила меня приехать Сказала, что это не телефонный разговор Вот как-то так А о чем вы говорили? Она сказала, что Вика заболела Серьезно заболела Ей нужны деньги Большие деньги А вы? Ну, я их что, печатаю, что ли? Я простой работяга Ремонтирую квартиры Сейчас у людей денег нету Поэтому у меня тоже работы нет Значит, вы ей не помогли Ну, откуда у меня деньги? У меня самого ребенок четыре года И надо кормить же тоже Да нет, ну Я-то как раз вас понимаю Вот Румянцева Виктория Викторовна Это, получается, девочку в честь вас назвали? Я не знаю, в честь кого назвали Но Полина запретила мне общаться с Викой А почему? Я думаю, что обиделась Из-за того, что я ушел Что случилось, Артем? У Полины Румянцевой Никогда не было гепатита О ее гепатите Мы знаем в пересказе ее начальника Которого она то ли шантажировала, то ли нет Тот еще источник Что с алиби бывшего мужа? Да какой там муж? Сожитель Накануне убийства у него прихватило спину И весь день пролежал дома Не понял, а при чем здесь день накануне? Он провел дома сутки Потом не выдержал Поссорился с женой Да так, что чуть запой не ушел А, так он алкоголик Говорит, что не пьет со дня рождения сына Закодировался Прогозина, слушаю Это Березина В общем, такая петрушка получается Соседи в день убийства слышали, как красавины скандалили Ну там, ругались, посуду били В общем, как говорится, все как у людей Жена даже собралась заявление на развод подавать Но, к сожалению, ЗАГС в воскресенье не работает Во время убийства Полины Телефон некоторых красавина находился у него дома в Хлебнецке Есть пропущенные звонки? Нет А по машине что? Нет ни следов, ни пароховой газов, ни крови Черт, я почему-то думала, что он виновен Через 10 лет воспылал лютой ненавистью к бывшей сожительнице Мужчины, бросившие своих детей, вызывают презрение Да Но это же не повод, чтобы посадить его за убийство Согласна, в хате ФЭС расследует убийство медсестры Полины Румянцевой Ее дочь Виктория лежит с диагнозом острый лейкоз в том же медцентре, в котором работала ее мать В компьютере убитые находят множество видеороликов, компрометирующих коллег-медиков Несколько дней назад Полина встретилась с отцом своей дочери Виктором Они не виделись 10 лет Не буду я Викторию забирать Почему? Новая жена не одобрит Я вообще не уверен, что это моя дочь То есть как, это не понял? Ну, лет 20 назад у нас с Полиной был бурный роман Мы то сходились, то расходились, а потом где-то на полгода вообще разбежались То есть что, получается, Полина вам изменяла? Ну, мне знакомые говорили об этом Она позвонила, сказала, что родила дочь, вроде как от меня Что значит, вроде? Ну, сказала, что от меня Мы стали жить вместе, а года через два мы готовы были убить друг друга Вы поосторожнее с выражениями-то, потому что ее на самом деле того убили Да мне просто надоело это, понимаете? Я в какой-то момент плюнул на все, собрал вещи и уехал А она месяца через два стала мне звонить и угрожать Именно поэтому вы номер телефона сменили? Да надоело, потому что я ей пить-то начал из-за этого Так, ладно, рот откройте Зачем? Зубы у вас проверю, шутка Вы хотите знать, ваша это дочь или нет? А, да Давайте Вот, хорошо Все вы можете закрыть Разрешите, Галина Николаевна? Готова экспертиза? Да Виктор Красавин не состоит в родстве с Викторией Румянцевой Значит, изменяла Ну, тогда его можно понять Что-то еще? Так точно Есть одна проблема Какая? Полина Румянцева также не состоит в родстве со своей дочерью Викторией Чья же она дочь? В наших базах ее родителей нет Ну, теперь понятно, почему она выдумала эту историю с гепатитом Полина не хотела сдавать биоматериал, боялась разоблачения И вот еще Женская кровь на куртке убитой Принадлежит Виктории Румянцевой Ты похож на продавца недорогой, подержанной женской обуви Обращай внимание, с каким хладнокровием я игнорирую твои подколы А еще у тебя такой вид, как будто ты что-то обнаружил Так я и обнаружил На подошве вот этого кроссовка я нашел следы синего снега Подожди, синька, это синтетический наркотик на основе мефедрона? Угу Так Две с половиной недели назад некая Инга Варнич из Чопократа 24 Привезла образцы синьки в управление по борьбе с наркотиками Так, а где Инга Варнич это взяла? Нашла закладку в одном очень престижном лицее Через неделю там провели по техному обыск, нашли еще пять закладок Так, ясно Интересно, что связывает нашу медсестру с лицеем? А есть адрес этой Инги Варнич? Есть, только она там больше не живет Через неделю после обыска Ингу Варнич убили Это существенно меняет наши планы Варнич работала личным охранником Людой Шерстобитовой Ага, а кто такая Люда и зачем ее нужно было охранять? Это дочь бизнесмена Кирилла Шерстобитова У него крупный бизнес и какие-то серьезные терки с партнерами Значит, Инга провожала девочку в лицее и из лицея? Да, на территорию учебного заведения посторонних не пускают И даже родителям нужно было заранее заказывать пропуск Один подросток передал моей дочери пакет Инга попыталась этот пакет забрать Короче, пакет порвали А там синий порошок В наркоотделе сказали, что она нашла зарплату Правильно, потому что мы с Ингой решили подростка не выдавать Почему? Мы боялись, что у моей дочери будут проблемы Я так понимаю, проблемы все равно возникли? Да После обыска в лицее Инге стали поступать СМС с угрозами И все с неизвестных телефонов А в пятницу на нее напали Садись Доткнись, а то хуже будет Инга прострелила колеса Машина встала Так Все, мам, хватит, я сама могу рассказать Ну давай, расскажи сама Эта тетка начала меня тащить Выходи, быстро Отстань Давай Убью тебя, гадина Черт, тварь Из лицея вышел наш охранник Инга сказала, чтобы я вместе с ним бежала к лицею Так, а что она сама? Инга хотела задержать эту тетку Ты видела лицо нападавшей? Нет, она была в парике и медицинской маске Ну что могу сказать Ты у нас просто герой Нет, ты Инга герой А я так, это страх Ну, молодец Подожди, нас здесь Можно вас нанести? Да С продавцами синьки разобрались? Да, Люда рассказала, кто торгует Кто крышует По мелочи всех взяли Организаторы сбежали за границу А почему вы решили, что нападение связано именно с наркотиками? Похоже, настоящей целью была ваша дочь Это нападение было каким-то несерьезным Нет, то есть, конечно, серьезным, но... Короче, если бы это были мои партнеры То здесь была бы целая войсковая операция А так, одна тетка У нее был сообщен Да, Галина Николаевна, на педалях машины Инги Варнича остались следы синего снега Я думаю, что он туда попал с обуви самой Инги А с педалей уже на обувь Полины Румянцевой Вторичный перенос Ну, а в прошлом Румянцевой нет никакого криминала Ну, возможно, она решила заработать на лечении дочери Галина Николаевна, можно вас? Что случилось? Я искала следы Люды Шерстобитовой и Надежды Румянцевой Так... Я взяла у девочки образец ДНК Нашла что-нибудь? Да, я выяснила, что ДНК Люды Шерстобитовой Идентичны ДНК Виктории Румянцевой Они родственники? Двумы зиготные близнецы Двенадцать лет назад я на девятом месяце беременности Поехала в Засельск Хранить одну нашу дальнюю родственницу Да, я тогда еще был наемным работником И вообще не улезал с командировок Тогда Засельск был страшным местом Я не знала Пошла вечером в парк Беременным нужно гулять Такая дура В общем, у Жени отняли сумочку И забрали все документы, телефон, деньги И очень сильно избили Поэтому начались преждевременные роды И ее положили в местный роддом Роддом Филиал ада на земле Там в половине помещения шел ремонт Бардак, грязь У меня была двойня Одну девочку Одну девочку украли Подозревали сотрудников роддома Кто-то видел человека В комбинезоне и халате И вашу дочь искали? Искали Вроде У всех перепроверили дома и дачи Мы их дергали сначала Чтобы они хоть что-то делали А потом Бесполезно все это Двенадцать лет назад Полина похитила одну из дочерей Шерстобитовых А сейчас попытался похитить вторую Зачем? Чтобы спасти первую Викторию Она хотела пересадить ей костный мозг Люды Ты же знаешь, что близнец идеальный донор Так ведь саму Люду еще надо было убедить стать донором Ну, девочку можно запугать, уговорить А еще нужно договориться с врачами Чтобы они взяли у похищенной донорский материал Ну, это как раз самое простое Сдать кровь на кроветворящие клетки можно В коммерческом центре По документам Виктории Они же близнецы Ну, хорошо, положим коммерсанты За деньги готовы закрыть глаза на что угодно Но клетки еще нужно пересадить Я думаю, именно для этого Она собирала компромат на своих коллег И этот любвеобильный гематолог Оказался удобной мишенью Похищение сорвалось И жизнь дочери повисла на волоске Так может, это все-таки было самоубийство? Представляешь, следствие не нашло Ни одной камеры, на которой была Запись машины С похищения Ну, только Румянцева молодец Изучила пути отхода, подготовилась А я, значит, пробил номера телефонов Которые находились на дороге Возле места нападения на Люду Шерстобитого Обнаружил автомобиль с регистратором? И запись с тачкой У которой разбита фара, капот и бампер Так, это интересно, кто хозяин? Машины или номеров? А что, одно не соответствует другому? Эх, как в старом добром фильме Счастье Это когда тебя понимают Да, хорошая фраза Но нам, дружище, с тобой Ностальгировать рановато Давай, расскажи Кому принадлежат номера? Одному чуваку Из славного города Хлебнинск Адрес знаешь? Отлично Машина с этими номерами Стоит в трех порталах от вашего дома Сначала их крутили Потом прикрутили назад И вы думаете Я с чужой машины снял номера Прикрутил на свою И кого-то куда-то повез? Не кого-то куда-то А Полину Румянцеву Похищать Людмилу Шерстобитого Кто это? Я вообще не понимаю О чем вы говорите Уезжая с места преступления Вы сбили телохранителя Людмилы На этой машине? Ну да, на этой Ну так, если я кого-то сбил Должны быть какие-то следы, наверное А мы поищем и найдем Ищите Мне скрывать нечего Виктор Красавин Проходил по уголовному делу Двенадцатилетней давности Ты о похищении младенца? Да Он тогда работал на ремонте роддома Я думаю, что Викторию украл именно он Секундочку А его что, не проверяли? Проверяли всех рабочих Ну, как проверяли Квартиры посмотрели Нет младенца Ну, ладно А он передал девочку Румянцевой У нее за год до этого Были неудачные роды Ребенок погиб И больше она детей иметь не смогла Ах, вот ну что На машине Виктора Красавина Следов свежего ремонта нет Забудь о ней Этот Красавин гораздо хитрее, чем кажется Накануне похищения он купил бутылку водки Ну, тут особой хитрости не нужно Подожди секундочку Он же закодирован В самую точку В тот же день его напарник по ремонту Некто Федор Скрыльников На объекте дошел пузырь водки Выпил его и ушел в запой А как это связано с нападением? Виктор Красавин отвез Федора домой на его же тачке А сегодня Виктору позвонили из мастерской Сказали, что его машину починили Какую? Федора Скрыльникова Красавин специально споил своего напарника Чтобы воспользоваться тачкой На этом самом автомобиле Но с другими номерами Он вместе с Полиной Румянцевой Поехал похищать девочку И там сбил телохранительницу А на следующий день Красавин поставил тачку в ремонт А настоящий хозяин этой машины Об этом даже ничего не знает Потому что до сих пор в запое На осколках фары из гаражной мастерской Обнаружены следы крови сбитой телохранительницы Инги Варнич? Да, а в квартире Виктора Красавина Отнаружена отвертка, которой скручивали Автомобильные номера с аварийной машиной Но это все относится к попытке похищения и наезду А что с убийством Полины Румянцевой? На коврике автомобиля запойного коллеги Виктора Есть кровь Полины А на плетке руля Следы пороховых газов Выходит, он сначала убил Полину И только потом поехал ставить машину в ремонт Ну, как-то так Денадцать лет назад Полина сказала, что у нас появился шанс завести ребенка В наш роддом привезли какую-то избитую, грязную женщину Вы Евгения Шерстобитовой? Да Ей знакомая санитарка сказала, что она вроде как бомжиха И по-любому откажется от двух девочек Поэтому скандала никакого не будет Понятно И вы украли Викторию Вы ничего не докажете Это было очень давно Расскажите, как Румянцева втянула вас в похищение Люды? Она сказала, что Вику надо спасать Нужны деньги Много денег Я тебе сказал, что у меня ничего нет Послезавтра один мужик понесет зарплату рабочим Он будет без охраны Ты хочешь, чтобы я убил человека? Я еще не совсем сошел с ума Я сама все сделаю И убивать не собираюсь Вырублю его тайзером Твоя задача привезти и увезти А если я откажусь? Тогда я пойду в полицию И скажу, что это мы украли Вику Я буду на чужой машине и с чужими номерами Мне пофиг Если обманешь, сядем все Мне терять нечего О том, что и в этот раз мы поехали украсть девочку Я узнал только на обратном пути В машине домой А охранницу зачем сбили? Можно было ее просто объехать Да не хотела никакого сбивать Я что, идиот, что ли? Эта дура рванула руль и все Черт, тварь Да, хорошее алиби вы придумали Ссора с женой, разбитая посуда, крики Да вы ее не втягивайте Она ни в чем не виновата Это я все придумал И записал на телефон Она только на кнопку нажала А Полину зачем убили? Она не меньше вашего не хотела в тюрьму Она хотела Вику отдать Настоящим родителям Я расскажу Шерстобитовым про их дочь У меня нет другого выхода Подожди, что значит расскажу? А как же я? Вику может спасти только ее сестра Я Вику для тебя украл Вообще-то для нас Да мне пофиг, для кого я эту бабушку с пистолетом сбил Меня в тюрьму посадить, ты понимаешь? А ты понимаешь, что Вика умирает? Дура! Я до тюрьмы не доживу Мне батя Викин еще в СИЗО грохнет Да мне пофигу на тебя И на себя пофигу Мне надо, чтобы моя девочка жила Завтра вечером я напишу Шерстобитовым А потом исчезну У тебя есть сутки Послушай, Полин Прости меня за вчерашнее Вике действительно нужна помощь Ты чего пришел? У меня мало времени Подожди, не кричи Успокойся Выдохни, закрой глаза Закрой глаза Вспомни, мы же когда-то друг друга любили, а? Помнишь? Давно это было Уже и не помню Я тоже не помню ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы думаете, я монстр? Девочка умирает, а мне все равно? Да мне все равно, что вы думаете Пофиг Хоть все пусть сдохнут тут Рита Есть важное дело Знакомьтесь, это Виктория Вы все-таки ее нашли И что, я могу ее спасти? Да похоже, только ты можешь Сестра, это круто М-м-м-м ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА coalition Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...